Друзья, всем привет! Вы на канале Лилия Лили. На своем канале я делюсь с друзьями тем, что мне нравится, что мне интересно. В предыдущем видео я распаковывала свой новый пылесос Bosch Pro Power Plus или Bosch Relax или еще у него название Bosch BGS 62530. В общем, там я его распаковывала, соединяла его детали и перечисляла характеристики. Теперь мне не терпится начать работать этим пылесосом. Смотрите видео до конца. Там я, возможно, обнаружу помимо достоинств какие-то еще и недостатки этого пылесоса и все честно расскажу. Почему я купила новый пылесос? Сейчас я вам покажу свои предыдущие пылесосы. Которые работают по сей день. Итак, первый мой пылесос «Энергия» 90-х годов выпуска работает по сей день. Это большой плюс, я считаю. Его недостатком для меня является то, что сбор мусора осуществляется в мешок. Потом я вытряхиваю этот мешок на улице. У меня аллергия на пыль. Потом я еще полдня могу чихать и слезятся глаза. Поэтому мне пришлось приобрести новый пылесос. Вторым пылесосом в нашей семье стал вот этот монстр «Томас Трин Т2». Ему 6-7 лет. Он по сей день работает. Он меня разочаровал с самого начала. Первый его минус – это вес 10 килограммов. Таскать его просто болят руки и болит спина. Дальше. Обещалось производителям очень красиво, что это моющий пылесос. На самом деле нет. Вы будете использовать его для сухой уборки. Просто это пылесос с аквафильтром. Пол вы все равно будете мыть старой доброй шваброй. Чудес не бывает. Сейчас протестируем громкость этого пылесоса. Обещается, что на максимальной мощности это 76 дБ, что этот пылесос тихий. В комнате находятся две кошки – Соня и Коржик. Включаем на минимальную мощность. Действительно, звук тихий. Кошки оглянулись. Добавляем мощности. Кошки на месте. Переключаем на максимум. По-моему, громковато. Но тише моих предыдущих пылесосов. Кошки на месте. Соня просто оглядывается с подоконника. А Коржик спрятался на столе за книжками. Коржик, ты боялся, малыш? Малыш, ты испугался пылесоса? Все нормально? Начну я уборку с ковровых покрытий. На них очень хорошо видны серые клочки шерсти кошачьей. Телескопическую трубку я установила на удобную мне высоту. За ручку эту держать удобно. Насадку ковер-пол поставила в режим ковер. Пока она очень легко движется. Сейчас включим пылесос. Включаю на среднюю мощность режим ковер. Одной рукой достаточно тяжело передвигать. Эта насадка сильно притягивается к ковру. Тут надо работать двумя руками, прилагая усилия, чтобы ее можно было сдвинуть. За уборку коврика я поставлю этому пылесосу 5 баллов из 10. Немного шерсти собралось, примерно половину он убрал. А дальше ходи собирай рукой. Вот тебе и мощный пылесос. Нет турбощетки. Все-таки не зря рекомендуется при наличии дома домашних животных покупать пылесос с турбощеткой. Переключаю насадку в режим пол. И пройдусь сначала по ламинату, потом по деревянному полу. По деревянному полу я смотрю, что достаточно минимальной мощности. Работать легко. За рукоятку держать удобно. Щетка скользит по полу мягко, не царапая. Так, это плюс. Пока минус только работа с коврами. Длины электрического шнура мне хватило на две комнаты. В третью комнату пришлось отключить и переместиться. В другую комнату мне нужно пропылесосить примерно 80 метров квадратных плитки. И чтобы усложнить задачу, я рассыпала луковую шелуху, овсяные хлопья и бумагу. Ну и будем учитывать то, что дома живет три кошки. Иногда еще заскакивает пушистая собачка, любительница заскочить в дом. Начну с минимальной мощности. Проверяем. Немножко я на минимальной мощности все это растягиваю. Какой-то гул идет. Наверное, там уже немного застряло. Увеличу мощность. Все, теперь все ушло хорошо. Значит, такой мусор достаточно крупный. На минимальной мощности у меня убрать не получилось. Но теперь, когда я уже не вижу явного мусора, хотя я думаю, шерсти здесь полно, я мощность сделаю минимальной. Итак, я пропылесосила примерно 160 метров квадратных пола. Работать мне понравилось. Я не устала. Пылесос не показался мне тяжелым. Пока еще мне нет необходимости. Но здесь есть кнопочка КЛИН. Кнопка самоочистки, которую нужно периодически нажимать. Считается, что эта модель пылесоса не нуждается в замене фильтров. Легкая вибрация произошла. Произошла самоочистка. Кнопки для сматывания шнура здесь нет. Шнур вот так легонечко я дергаю. И он втягивается в пылесос. Мусора много. Прилично. Открываем контейнер. Я подстелила газетку. Потому что я предполагаю, что извлекая вот эту серединку, этот фильтр, я все равно буду рассыпать мусор вокруг. А мне это очень бы не хотелось. Так. Вот. В основном, конечно, шерсть, волосы, шерсть и то, что я рассыпала на полу. Теперь несу, высыпать это в мусорное ведро. Мусор плюхнулся в ведро. Немножко, конечно, пыль заклубилась вокруг. Посмотрим, я аллергик на пыль. Посмотрим, начну ли я сейчас чихать. Контейнер трехлитровый я ополоснула. Он высох. И я хочу все собрать в обратном порядке и вернуть в пылесос. Укомплектовать его. Так. Щелк. Переносим за эту ручку. Можно переносить за эту ручку. Так. Идем к пылесосу. Ставим. Ставится он легко. Закрываем крышечкой до щелчка. Храним пылесос, как нам удобно. Есть горизонтальная парковка. Вот как сейчас он у меня стоит. И есть вертикальная парковка. Вот, пожалуйста. Стоит на упорах. Надежно. Не шатается. И получается, шланг, насадки. Все это крепится. И в вертикальном, и в горизонтальном положении. Для этого есть возможности. На щетке и на самой телескопической трубке нет налипания волос, шерсти. Вот здесь было на щетке пару волосков, но это не критично. В принципе, все плюсы и минусы я перечислила в своем видео в процессе уборки. Из плюсов назову мощность. Назову дизайн самого пылесоса. Его маневренность, подвижность. Также мне понравилось, как он тихо работает. Действительно тихо. Коты не боятся. Коты это продемонстрировали. Удобно мне показалось извлекать контейнер, высыпать мусор, устанавливать контейнер обратно. Кстати, я не чихала. Это удивительно. Это тоже плюс для этого пылесоса. Вот здесь вот, внутри корпуса, под крышечкой пластиковой, припрятан фильтр тонкой очистки. По-моему, в этом пылесосе это ХЭПА-12. Вот он. Примерно раз в год рекомендуется его проверять. И очищать желательно его сухой кисточкой. Хотя, а некоторые говорят, что моют его под проточной водой. Но, если вы его помоете, то его нужно высушить в естественных условиях, чтобы он не деформировался. Довольно ли я своим новым пылесосом? Да, довольно. Буду ли я его вам рекомендовать? Да, буду. Для большой площади уборки. Для большого дома, для большой квартиры. Если площадь уборки небольшая, такой объемный тяжелый пылесос вам не нужен, такой мощный пылесос вам не нужен, при наличии ковровых покрытий и домашних животных, все-таки буду рекомендовать выбирать пылесос с турбощеткой. Всего вам самого наилучшего. Пусть уборка у вас проходит в удовольствие и без переутомления. Пишите комментарии, какой пылесос у вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!